У вас высокий уровень холестерина в крови. Вы ищете продукты питания, чтобы самостоятельно отрегулировать этот показатель и все-таки снизить холестерин в крови. Но вы знаете, на самом деле вам нужно заниматься совершенно другим. Ведь холестерин это не главный виновник вашего состояния. И не главная причина смерти сегодня. А отрасли рост сосудов. Знаете, холестерин конечно имеет в этом значение. Но очень косвенно. Потому что по большому счету, когда вы резко меняете свой рацион питания, вам нужно договориться еще с одним органом. С метаболическим мозгом вашего организма, с печенью. Чтобы она к этому отнеслась благосклонно. Потому что по большому счету, в вашем организме, именно печень, приноровившись к вашему рациону, обеспечивает обмен веществ каждой клетки. Если вы это делаете все правильно, рационально, не вопрос. Только вы резко меняете, она тут же меняет отношение к продуктам питания. И вы знаете, в принципе, это все происходит. И такое отношение к печени меняется по жизни человека. Потому что в зависимости от вашего биологического возраста, от паспортного возраста, от пола, от условий работы, условий экологии. Продукты имеют абсолютно разное значение. И в одних периодах, в одних условиях продукт с холестерином становится опасным, а в других безопасным. При одной обработке безопасный продукт становится опасным, а при другой опасный становится безопасным. Вы знаете, тут столько нюансов, столько сложностей, что я понимаю ваши сложности. Вы пытаетесь пойти по короткому пути. Ага, опасен холестерин, значит продукты с холестерином убрали, продукты без холестерина добавили. Такой перекос в вашем организме, в вашем рационе печень не воспримет. И недостаток холестерина, она восполнит цифрой. Потому что вы знаете, как называют внешний холестерин. И холестерин, который содержится в продуктах питания. Внешний или безопасный холестерин. Потому что им можно управлять. Я вам сейчас научу как. А внутренний или эндогенный холестерин, он опасный, он злой. Именно он ложится по сосудам. Если вы резко измените рацион питания, вы получите рикошер. Вы уберете холестерин полностью из продуктов питания. И вот тот самый липопротеин низкой плотности, опасный холестерин взлетит. Да, конечно, вы можете препаратами нарушить работу печени. Подавить в ней синтез этого опасного холестерина. Вы знаете, ну печень, выработка эндогенного холестерина, это одна функция печени. А у нее их примерно 500. Падает все. Падает обеспечение вашего организма. Не говоря уже о том, что часто развивается гепатит на этой плане. Поэтому прежде чем так делать, я бы на вашем месте подумал. И досмотрел это видео до конца. В конце, ну в процессе этого видео вы узнаете, как все-таки этот процесс сделать безопасным. Ну, во-первых, есть такой простой биохимический показатель. Холестериновый и лицетиновый индекс. То есть соотношение холестерина и лицетина в продукте питания. Если соотношение в пользу лицетина, то есть лицетина больше, индекс больше единицы, продукт безопасен для ваших сосудов. Если соотношение обратное, продукт опасен для вашего здоровья. Потому что холестерина слишком много. Потому что в принципе, что такое вот эти фосфорепириды, холестерин и лицетин? Это компоненты, которые входят в каждую мембрану, в каждые клетки вашего организма. Нет клеток в вашем организме, где не было бы холестерина и лицетина. Другое дело, что соотношения разные. Если мы возьмем клетки мозга, то там 2 трети лицетин и только 1 треть холестерина. Если мы возьмем все остальные клетки вашего организма, соотношение обратное. 2 трети холестерин, 1 треть лицетин. И вы понимаете, что в принципе, потребность в холестерине больше. Потому что мозг, он великолепен, он прекрасен. Но это всего примерно килограмм вашего веса. А весите вы, как правило, немножко больше. Чемпион, по-моему, Достоевский, имел 2 килограмма. Так, с небольшим. То есть, все. Вот от 1 до 2 кило. Ваш мозг и там, где много лицетина. Все остальное это холестерин. Важно, чтобы он был правильный. Важно, правильно его вносить. Так вот, смотрите, что получается. Вот опасные продукты по вот этому индексу. Их немного, в принципе. Это говядина, это утка, это гусь, это баранина. То есть, фактически, все источники вот этого холестерина, они достаточно взрослые. Потому что ягнятина не содержит холестерин в таком опасном количестве. Телятина тоже не содержит. Ну, утят и гусят маленькими не едят. Они дают вырасти, чтобы это была тушка поприличнее. Вот там вот этот холестерин становится более тяжелым. Ведь стена там очень мало, а холестерина много. И когда вы берете, кушаете эти продукты, у вас жир во рту оседает. Вы чувствуете эти комочки. Вот он дальше уже не пойдет. Если вы этот жир сольете в унитаз, вы видите, там в раковину, забьется. Потому что он, охлаждаясь на стенке фактически сосуда, трубы, формирует свою атеросклеротическую бляшку. И вот здесь вот опасность есть. Но, эти продукты можно сделать безопасными. Если вы будете правильно их готовить. Если вспомните национальные традиции. Когда утка готовилась с яблоками, гусь черносливом. То есть, когда вы готовите говядину. Наши бабушки и прабабушки говорили. Возьми лучок, чесночок туда. Нашпигуй, да побольше овощей рядышком. Да, это уменьшает степень опасности. Но не для всех. Вот людям в возрасте от 50 лет, любого пола, я бы такие продукты не рекомендовал. Почему? Потому что там уже обмен веществ идет не так активно. И холестерину проще лечь по сосудам. Тем более, чтобы создали там условия. Но такое видео вы найдете. В этом видео я не успею просто это сказать. Такое видео, какие условия для развития атеросклероза. Вы буквально в следующем видео, я это завтра сделаю. Если вы сегодня постановили это видео, ищите завтра другое. По атеросклерозу. Я это обещаю. Но, в этом возрасте нельзя. Мужчинам, скажем так, в возрасте от 30 до 50 лет. Так, под большим-большим вопросом. Если очень захотелось. До 30 лет, пожалуйста. Особенно в период полового созревания. Особенно в период активного роста. Не вопрос. Потому что, когда мужчина или мальчик растет, нужно строить новые клетки. Из чего? Из холестерина. Поэтому, если пищеварительная система пропускает, то центр есть. Усвоилось? Изжоги нет? Да не вопрос. Ешьте на здоровье. Растите, строите свое тело. Потому что, в принципе, когда не хватает холестерина в периоде роста, и мальчики или девочки такие щупленькие, вот это потом тяжело. Они думают не как набрать лишнее, они думают как бы добрать до нормы тот вес. Очень унисваивается. Обмен исчез по-другому. Поэтому, в эти возрастные периоды, аккуратно. Когда еще, в принципе, можно вот эти продукты себе позволить? Тяжелый физический труд. Спор. Да. Не вопрос. Тут согласен. Почему? Потому что физическая работа, все-таки износ различных систем, опорных 2 телоаппаратов, точно ее больше. Восстановление нужно больше. Вам нужно больше холестерина. Эти продукты вы можете себе позволить питанию. Когда еще можно? Ну, если вам по диете проходит, если был инфекционный процесс, был воспалительный процесс, да, вам опять-таки нужно, для восстановления ткани нужен полестерин. Не вопрос. Эти продукты тоже пойдут. Кто еще может использовать? Ну, женщины до 35 лет точно. Как правило, там, в этом возрасте гормональный фон более-менее спокойный, женские гормоны защищают вас от холестерина. И женщины совершенно спокойно могут использовать в случае, если это пищеварительная система вот такой женщины легко переваривать. Не вопрос. После 35 лет, женщины, знаете, частично могут использовать. Вот если у женщины фигура гитара, то есть у нее есть плечи, есть талии, есть бедра, отлично. Вы можете продолжать до климакса практически использовать эти продукты. Если фигура другая, если так называемое абдоминальное ожирение, то есть когда жир накапливается в области живота, и вы не беременны, а живот увеличился, это говорит о том, что ваш организм неспокойно относится к холестерину, и не стоит эти продукты в него вносить. Соответственно, другие продукты животного происхождения, там лицетина больше, чем холестерина. И яйца, натуральные молочные продукты, молочный жир, то есть сметаны, сливки, сливочное масло, они проходят. Сало великолепно проходит. Эти жиры великолепно усваиваются, великолепно перевариваются, потому что они при температуре тела взяли в руки, все у вас растаяло. Возьмите говядину в руки, говяжий жир, да он у вас тут комочками как лежал, так и лежит. В рту теплее, а он там не тает. Здесь возникает ситуация. То есть эти продукты можно, но здесь тоже есть свое но. Если вы их нагреваете, чем больше, чем дольше вы их нагреваете, тем больше вы окисляете лицетин, и тем меньше пользы вы получаете. А вред начинает нарастать, потому что холестериновый и лецитиновый индекс начинает изменяться в другую сторону. Поэтому, когда вы берете яйца, вы их приготовили в смятку, прекрасно. Вы сделали в лазунью, то есть у вас белок свернулся на сковородке, а желток живой. Отлично. Но, если вы едете куда-то в путешествие, и решили, понятно, яйца великолепный продукт питания, сутки гарантия не портит вареные яйца. Вы их сварили вкрутую. Ну, вам неудобно будет смятку их есть. Вот тут вы свернули весь этот холестерин, окислили вецитин. И такие яйца уже стали опасны для людей старшего возраста. Детям, пожалуйста, им расти надо все равно, без разницы, путешествую или нет. Не растут круглые сутки. Поэтому им такие яйца можно. Женщинам до 35-ти, да пожалуйста, не вопрос. Остальные нет. Что касается молочных продуктов, вы знаете, если вы взяли натуральную сметану, которая сама по себе подбродила, фактически вы собрали с кислого молока. Или вы где-то приготовили сливки, то есть просто отсепарировали молочные жиры. Или это натуральное сливочное масло. Не вопрос. Вы их можете использовать. Единственный показатель, который будет вас ограничивать, это количество. Суточная потребность всех жиров в вашем рационе грамм на килограмм веса. То есть 60 килограмм 60 грамм жиров. Или в чайных ложках 1 чайная ложка это 5 грамм жира. То есть 60 килограмм 60 грамм жира 12 чайных ложек. 80 килограмм 80 грамм жира 16 чайных ложек жиров в день. Но это жиры не только те, которые вы видите, а те, которые есть в продукте. То есть разные варианты. Одно дело вы приготовили курицу, другое дело вы приготовили даже постную свинину. А там 20% жира по весу. Вы его не видели, но он там есть. А курица практически ноль. А очень мало. Но тут, ну если вы, конечно, сняли шкуру, если вы сняли то, что там, если взяли чистое мясо. В среднем курице там жиров хватает тоже. Поэтому тут нужно просто эту ситуацию понимать. Если же вы любитель топленого масла или кхи, как едят в Индии, вы любитель топленого молока, вы любитель ряженки. Я понимаю, что вы перегреваете молочный жир, но здесь он становится не самым полезным. Потому что почему в аюрведе все-таки греют молоко, греют фактически делают топленое масло. Потому что у них источника холестерина очень мало. Он же его больше окислит, чтобы он подольше задержался в этом организме. Потому что посмотрите на индусов, посмотрите на жителей Ново-Восточной Азии. Я один, я не крупный, но я один, каких-то два. Они мало коньки все, не строятся, не из чего. День кальций берут, чтобы расти, да и то метр пятьдесят попахи на коньках. Потому что условия другие, питание другое. У нас совершенно иные условия. У нас холестерина полно продукции питания, поэтому тут уже просто грамотно к нему относиться. Это не вопрос. Сало то же самое. Если мы взяли и съели свежий кусочек сала, в одном утробровке, какие-то специи, лукчок, чесночок, рядачка, ну-ка, 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 холестерином сосудах просто не задерживаются, потому что это сало проскочило кровь, пошло в плен. Вот там нужно. Какое там сосуды атеросклероз? Самое лучшее противоатеросклеротическое средство из животных продуктов питания. Настоит вам сало нагреть? Плохо. Положили на сковородку? Плохо. Положили в духовку, что-то запекаете? Плохо. Вот тут, конечно, да, термообработка не щадящая вот такая. Она приводит к тому, что сало портится, лецитин окисляется. И если оно исходно было по антиоксидантной активности равно оливковому маслу, то после нагрева оно снижается. Кстати, оливковое масло тоже не отстает от сала по снижению своей активности при нагревании. Потому что сало выдерживает 250 градусов. Это сковородка или духовка. Оливковое масло 170 с трудом и становится оливковым. А наши масла подсолнечные кукурузные 150. И вроде как их нельзя греть и не нужно их греть. Это же масла не на сковородку, не для запекания. Это масла салатные. Потому что вы же помните из чего состоит холестерин. Когда вы делаете анализ. Либо протеи высокой и низкой плотности. Высокой плотности это полезные, это не окисленные жиры. Низкой плотности это окисленные. Когда вы делаете анализ крови, у вас же что получается? У вас движения, разные составляющие холестерина выходят из пищеварительной системы в кровь. А окисленные холестерина, окисленные липиды, все которые прошли тут хорошие и плохие, возвращаются. И в крови вы делаете анализ суммарный уровень холестерина. И что вы получаете? полезных липопротеидов как правило в два раза меньше, чем вредных. Почему? Потому что полезные зависят от того, сколько вы занесли в питании. А вредные зависят от того, сколько тут было вредных тоже. И как интенсивно вы работали. Вот и все. Поэтому отношения разные. Не может быть полезных липопротеидов полно, а вредных нет. если вы заливаетесь растительным маслом и лежите в лёжку, тогда что-то похожее у вас произойдёт. Понимаете, как вы должны оценивать показатель в крови и регулировать. Если у вас полезных липопротеидов мало, вы должны увеличить их поступление с пищей. А что это вам даёт? Это дают вам растительные масла. Да, согласен. Это дают животные правильно обработанные. Великолепно. Но если вы и растительные масла, и животные жиры обработаете, неправильно перегреете, у каждого из них есть свой температурный диапазон для перегрева. Скажем, сливочное масло, которое я так обошёл, 120 градусов, канцерогенные окрови образуются от молочного жира. Поэтому топить да, на водяной бане. А лучше не топить, потому что окисленого холестерина и так пытать. Съесть порцию сливочного масла, отказаться от свиной отбивной. Вы знаете, ну, есть разные, конечно, гурманы, разные отношения, но тут просто нужно считать, тут нужно просто понимать эту ситуацию, тогда всё будет хорошо. потому что вот эти вот ситуации, они переменные. Больше того, когда у вас идёт накопление или снижение веса, эти показатели тоже меняются. Когда у вас идёт накопление веса, они могут изменяться по-разному. То есть, оба всё зависит от того, чем вы ещё накапливаете вес. У вас больше окисленого холестерина идёт, нижней, низкой плотности, или не окисленого. Если больше вы питаетесь правильно, да не вопрос, вы набираете вес без опасности. Холестерин высокий, а в сосудах не ляжет, что у вас полезного холестерина много. А вот когда вы снижаете вес нерационально, здесь возникает проблема. Из жировой ткани полезный холестерин не выходит, пройдёт оттуда не выбрасывает. Там только кисленный вредный холестерин. И вот здесь вопрос, когда вы решились снизить вес, вы должны понимать, что вы должны подготовить свой организм к этому. Минимум 3-4 недели на подготовку. Вот тогда обкисленный опасный холестерин, который вышел из жировой ткани, нигом проскочит через кровь, потому что его печень оттуда выверет, и через желчный кузырь бегом к кишечник. Вот тогда безопасно. Если же вы считаете да ладно, что там доктор Скачко наговорил мне, снижу я вес, посмотрю в интернете, диета для похудения, а еще лучше самая быстрая диета для похудения, а еще и в килограммах, просто быстрая. 3 килограмма в месяц вас не устраивает, 7, 10, в неделю, 20 за две недели, да не вопрос, хоть 30, вопрос все эти килограммы, почему 3-4 килограмма в месяц рационально, потому что вот эти жиры, которые у вас сгорели в жировой ткани, они попадают в кровь, повышается уровень плохого холестерина, повышается коэффициент отрогенности, и так как вы слишком резво снижали вес, все это обилие жиров пытаясь пройти через печень, остается в печени, и вы проходя по этой диете, вы еще из нее не вышли, вы еще вес не снизили до той точки, которую вы хотите, у вас уже в печени жировой гипотоз, если питание еще было очень хорошим, или какие-то агрессивными средствами пользовались, стоят агипатии еще хуже, и вы уже стоите не просто у лестницы, вы уже стоите на эскалаторе, который развезет через фиброз печени к циррозу печени, оно вам надо, это состояние обративо, не волнуйтесь, можно печень промыть, можно убрать эти все жиры, но зачем делать два движения, если можно было сделать одно, если можно было подготовить свой организм к снижению веса, и аккуратно, спокойно его снизить, никуда не торопясь, спешка нужна при ловле блок, но не при снижении веса, это очень опасное занятие, какие средства вы видите, ведь ожирение это не косметическая проблема, или не избыточный вес, избыточная масса тела, ведь вы же не признаете, что вы больны, вас просто немножко больше, чем большинство людей, и вы это немножко больше, просто хотите немножко снизить, а это больше, это не только жир и калорий, это пестициды, гербициды, канцерогены, которые лежат в жировой ткани, и они вместе с холестерином выйдут в кровь, знаете, если бы вам делали анализ не просто на уровень либо протеиды высокой плотности полезной, или низкой плотности, вредной, вам еще пересчитали канцерогены, пестициды, гербициды в крови, знаете, у меня волосы хорошо стоят, я думаю, ваши волосы даже у лысых людей гриба появилась бы, львиная, вы бы увидели, насколько опасным занятием вы занимаетесь, нельзя этого делать, нельзя так играться со своего организма, что пока канцерогены стоят в крови и ждут, пока неактивная печень выведет, они где-то какую-то молодую клетку научат делиться по-другому, вы наиграете себе онкологию, зачем это надо, хотите снижать вес, снижайте его правильно, контакты видите, обращайтесь, спешите, звоните, не нужно кавалерийскими нарядами наседать на жировую ткань, вы ее накопили, ваше организм складывал весь свинь не плотный, знаете, все, что не нужно, я складывал, все, что не мог вывести, печень, что не мог вывести, вот он и складывал, а теперь вы хотите это все одним махом вынести, ну, вы знаете, я за эволюцию, революции, они очень тяжело делаются, и часто заканчиваются не тем результатом, который планировался в самом начале, поэтому тут я вам советую немножко по-другому это все делать, вот, ну, а это видео, наверное, я вам закончу еще одним самым непопулярным способом борьбы с холестерином, чтобы он нигде не откладывался, конечно, его и печень не любит, если много, это алкоголь, потому что по большому счету алкоголь это самый простой, самый безопасный в отдаленной перспективе и в принципе достаточно эффективный антистрессовый фактор, а это тоже имеет значение в развитии атеросклероза, завтра вы об этом узнаете, ищите мое видео по лечению атеросклероза и профилактики, и вы узнаете почему. Алкоголь в принципе великолепный, он тоже спирт, как и холестерин, так же, как и лецитин, и фактически это великолепная транспортная форма, которая растворяет эти фосфолипидии и не дает им откладываться на стенках сосудов. Ну, к холестерину, понятно, там лучше не откладываться, ну, а лецитин там просто не ляжет, ну, а алкоголему не помешает. Больше того, если вы используете малыми дозами периодически, вы еще тренируете свою печень. Главное, не перетренировать ее, не заграть ее в угол большой дозой или некачественной алкоголемой. Ну, тут нужно иметь просто понять, что вы хотите, какую цель перед собой ставить. Предупреждение от атеростероза или, ну, получить удовольствие ударив по печени. Знаете, статистика говорит о том, что те, кто пьют много, статистически умирают первыми, те, кто пьют мало, умеренно, умирают последними. А между ними находятся те, кто не пьют вовсе. Поэтому тут выбор каждый делает для себя, какую продолжительность жизни вы хотите. Раз вы ищете, как снизить холестерин, так я думаю, что вы хотите жить подольше. Поэтому алкоголь будете использовать малыми дозами. Это до 100 грамм водки в день мужчины, до 50 женщины. По вину это примерно грамм 400 мужчина и половина грамм 200 женщина. Лучше, если вы это сделаете, разделите это дозу на несколько привилок. Так будет великолепно. Ну, а теперь я это видео, думаю, что буду заканчивать. основную массу информации я вам дал. То есть вы теперь понимаете, что такое холестерин, что такое лицетин. Этот важный показатель холестериново-лицетиновый индекс. И можете теперь более целенаправленно использовать найденные вам продукты питания по содержанию холестерина. Как ими балансировать свой рацион. Если вам нужно больше информации от меня, более целенаправленно составить рацион питания, помочь вам снизить избыточный вес вместе с тем же самым холестерином, не вопрос, контакты вы видите, обращайтесь. Если вы считаете, что это видео может быть полезно вашим друзьям, знакомым, кнопки социальных сетей под видео, жмете, отправляете, отправляете по электронной почте, не вопрос. Если это видео вам понравилось, вы считаете, что оно реально смогло вам принести пользу, отметьте это каким-то знаком, не вопрос. Ну, надеюсь, что вы подписчик моего канала, их уже около тысячи человек. каждый день число подписчиков растет человек на 10-15. Если вы считаете, что ваши друзья, знакомые, могут быть подписчиками, ну, порекомендуйте, дайте им эту возможность. Я думаю, что несколько сотен видео про здоровье это серьезный объем информации, которым, если овладеть, все будет прекрасно и удивительно. Жить будет прекрасно и удивительно, самое главное безопасно. и вы не будете сильно думать о том, высокий у вас таллистерин или низкий, если вы будете правильно питаться. И я, как большинство своих статей, хочу закончить это видео крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.